Добрый день дорогие зрители, с вами OpenScience in Ukraine и меня зовут Гуслист и Артём. В этом видео мы продолжим наш видео обзор о обновлении Скопуса. То есть вчера 22 мая 2017 года мы заметили, что Скопус, я думаю вы тоже заметили, если заходили, что Скопус начал обновляться. При заходе на главную страницу у нас не было стандартного, привычного нам сообщения о том, что не удалось авторизироваться, потому что допуска к Скопусу нет. Нельзя было вчера посмотреть свой индекс Хирша через стандартную форму автор превью. И возможно у некоторых локализация была русская полностью, но у нас во всяком случае она была русская. То есть вчера мы сняли видеоматериал об этом, можно зайти на канал к нам, посмотреть что и как было вчера. Сейчас 23 мая я расскажу вам о том, что есть на сегодняшний день. То есть Скопус вернул нам доступ к просмотру своего Хирша, хотя признаюсь честно мы думали, что может это быть конец, нельзя больше смотреть своего Хирша. Но слава Богу, что это дело обошлось. То есть что мы... А, и также вчера не было видео, опять пока в прошлом видео показано, что есть ссылка help, да, где у нас вчера не было никаких гайдов, обучения, помощи, то есть а сегодня она там есть. Но об этом чуть позже. То есть что у нас сейчас есть, что мы имеем на данный момент. Вот, вернули доступ к Хиршу, опять повторюсь. Мы можем найти, поискать свой Хирш. Как это делать, я показывал в других видео. Опять можно на канале их найти. А из новшинства добавили перечень журналов, которые мы можем добавить, ну, подать свою публикацию. То есть своего рода это всем известный ССИМАГА, да, где мы могли по критериям выбрать журналы, которые нам подходят по тематике и подать туда свои рукописи. То есть сейчас у нас на самом сайте Скопуса появилась эта функция, похожая ССИМАГА. О параметрах, которые здесь, в показателях, я рассказывал тоже в предыдущем видео подробнее. Смотрите, его ссылка будет в описании под видео. То есть здесь у нас идет Сайдскор, общий показатель цитирования каждого документа в журнале. Ну, СЮР, да. Ой, сортировку нажал случайно. То есть СЮР, СНИП и сортировка по типу. То есть журнал, книга, да, или чего-нибудь такого плана. Также у нас здесь поиск осуществляется по названию, ССИМАГА, издателю. И, собственно, можно в алфавитном порядке и по сабжектаре, да, то есть по зоне исследования, скажем так, вашего журнала выбрать в алфавитном порядке. Журналы, да, которые вас по тематике интересуют. То есть также у нас здесь вверху появилось, вчера этого не было, появилась подсказка, как рассчитывается Сайдскор. Для тех, кто не смотрел вчерашнее наше видео, расскажу в двух словах. То есть это показатель рассчитывается каким образом. То есть, допустим, за 2015 год результат Сайдскор, да, вот некий журнал, да, самый топовый, вот этот, имеет показатель 66, там, условных единиц, да. Как он рассчитывается? То есть берутся общее количество цитат 2015 года этого журнала и делится на общее количество документов, ну, статей, то есть в 2014, 2013, 2012 году. То есть исходя из этого получается вот этот коэффициент 66,45. Также здесь у нас есть кликабельные ссылки на журнал. Опять-таки вчера мы об этом говорили, рассказывал. Вчера оно все было на русском. То есть тоже очень интересно получилось. Вот мы здесь видим, да, то, чем я говорил, как рассчитывается Сайдскор 2015 года. Берутся все цитаты 2015 года, количество цитирований. И делится на сумму в диапазоне, да, 12, 13, 14 годов на количество статей. То есть мы получаем 66,5. Это также есть прогнозируемый, ну, отслеживаемый, отслеживаемый на текущий момент Сайдскор. То есть у нас в 2016 году уже тут 12 тысяч цитат журнала. И если поделить там на 15-13 год, да, диапазон на количество документов, то у нас получится вот почти 90 Сайдскор. Так что у нас здесь есть, показывает, какой журнал занимает место среди конкретно этой категории. То есть мы видим здесь, ну, понятно, по показателю Сайдскор. Мы здесь видим, что у нас этот журнал действительно занимает первое место. Вот он номер один, да, из 117 журналов в этой тематике. Так что вот так. То есть, ну, графики, понятно. Кстати, есть описание журнала, с какого года он, с Копуси, кто его издатель, да, CCN и опять-таки Subject Array. Также у нас здесь теперь есть Help и есть Tutorials, то есть обучение. Это у нас открылись Tutorials, да, здесь у нас разные наглядные материалы, там, презентации, скорее всего, на том, как использовать ресурс Копуса, да, вот, Searching for Author, Searching for Documents, да, ну, в общем, вот такого вот рода. И текстовая помощь. То есть, да, вот так вот оно работает. Кстати, заметили следующий момент интересный. Сюда Scopus Preview на сайте Scopus. Вот такого вот рода у нас перечень журналов здесь. Ранее, думаю, все видели журнал Метрикс, Scopus. То есть, скорее всего, они из-под домена журнал Метрикс, этот же ресурс, просто перенесли в основную, ну, на основной сайт Скопуса. То есть, ребята, молодцы, классно, браво, это отличная идея. Не плодить под домены, а просто сделать все на одном сайте Скопус. То есть, ну, если два слова буквально о журнал Метрикс, то есть сайт журнал Метрикс.скопус.ком. Здесь у нас есть тот же показатель сайт Скора. Но здесь также еще указываются два дополнительных параметра сайт Скора, которые отвечают за... Которые, вернее, отображены здесь тоже, но только здесь они отображены в Сайт Скор, Ранг и Тренд. То есть, во вкладке. Да, мы можем сравнить. Вот Сайт Скор показатель 66.45. Смотрим на Журнал Метрикс. Тоже 66.45. Проценты. Здесь у нас тоже 99. Сайт Скор Ранг 1 из 117. Вот он у нас, первый из 117 журналов. Сколько цитат в 2015 году? Это мы смотрим на вкладке Сайт Скор. Вот у нас 8904 цитаты. То есть, ну, то же самое. Документы, там, 12-14 года, вот они. Процент цитирования, да, на СНИПе и СЮР показатели. Вот они. Такие же. Ну, да, такие же. То есть, грубо говоря, можно теперь не пользоваться ресурсом Журнал Метрикс Копус.ком, а смело заходить на основной сайт Скорпуса, вкладка Source, и здесь делать то же самое, что использовать ресурс по назначению. Там, поискать журналы, там, по интересующих нам параметрах. Ну, вот и все. В принципе, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. То есть, мы дальше продолжаем следить за Скопусом. Ну, возможно, будут какие-то еще введены новшинства. Мы о них, соответственно, снимем видеоматериал, расскажем вам, покажем, что да как и почему. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всего доброго. До свидания.